В компании Агротрейд весной этого года начали внедрять интегрированную систему управления растениеводством. Она позволяет одновременно анализировать большое количество показателей от состояния посевов на полях до текущих результатов работы техники с датчиков GPS логеров. Программа, внедрённая в Агротрейде, состоит из трёх базовых модулей – состояние посевов, планирование работ, GPS-мониторинг. Для старта работы необходимо загрузить в программу контроль полей предприятия. Также желательно указать схему севооборота и фактическую урожайность за 2-3 предыдущих производительных периода. Всё остальное программа сделает сама. Уже на следующий день после загрузки данных по всему Зембанку в 65 тысяч гектар, компания Агротрейд получила детальную информацию по каждому полю в режиме реального времени. Естественно, на первых этапах интеграция системы не обошлась без проблем. Когда мы интегрировались, как только мы передали базу данных по наших физических полях в Кропио, мы увидели, что у нас есть нестыковка уже по Земле. То есть мы сразу увидели, что межи деяких полей, они не сходятся. И мы были, так сказать, не змушены. Это правило. Выводить в натуре все свои земли, соответственно, к кадастровым номерам, соответственно, к факту использования Земли. После этого, это не проблема, это нам допомога. Потому что эти земли появлялись, мы сейчас видим, что четко, где наша техника работает и на чьей она на Земле работает. Информация о состоянии посевов на полях обновляется регулярно на основании снимков, сделанных свыше 10 спутниковыми системами среднего и высокого разрешения. Во время использования демонстрационной версии системы по изображению NDVI в Агротрейде смогли определить очень слабые поля с поздними сроками посева. В компании используют прогноз урожайности, рассчитываемой системой не только для оценки будущей прибыли, но и для минимизации хищений и потерь во время уборочной кампании. Кропио, я думаю, что вы это знаете, оно анализует наиближшие 10 полей, наши, чужие, 10 роков, все показники, которые они только нам могут надать, они все, скажем так, показывают нам прогнозованную урожайность. И у нас ця прогнозована урожайность этого года, она у нас сошла, для себя мы получили 5-7%, мы получили больше, хотя радует, что мы получили больше, было бы намного герче, если бы мы получили меньше, это было бы очень плохо, потому что это приятный сюрприз, хотя лучше так. Но поля реально сходились от окременных поля, и ихний стан до сбирания, они попадались буквально в 100%. То есть, если поле показывало про то, что оно засохло в Кропио, и там в нем индекс впал до минимального, если он начал опускаться, то точно мы с него начинали сбираться. Каждый агроном отслеживает информацию о состоянии посевов онлайн и несет ответственность за определенные поля. Он видит, какие участки поля отстают в развитии, какие факторы повлияли на потери, и что нужно сделать с пострадавшими участками. Кропио позволяет очень много функционалов взять для помощи в работе агрономно. Чем больше его используешь, тем больше ты делаешь базу и историю полей. За 2-3 года у нас будет накопичение всего, и мы сможем, кроме того, что мы получаем прогнозирование врожаю, мы сможем уже на основе своих даний назначать, что потребно полям, какая-то технология должна быть обеспечена. Система позволяет существенно снизить расходы топлива и трудовые ресурсы. В рамках внедрения системы в агрохолдинге был создан мониторинговый центр. Диспетчеры в центральном офисе и региональных подразделениях анализируют ситуацию на полях в круглосуточном режиме. Таким образом исключаются ненужные поездки. И потом с каждым роком мы будем планировать изменение пального, за первую очередь, потому что уменьшится логистика. Это такой набор целей, который позволяет экономить. Круповый – это только инструмент, за допомогу, которого мы делаем. В компании Агротрейд все агрооперации и другие работы на полях планируются и проводятся с учетом особенностей рельефа полей и текущего состояния посевов. Таким образом, сразу после схода снега можно быстро оценить состояние озимых на больших площадях и оперативно определить поля, знака, который требует пересева или дополнительной обработки, к примеру, внесения азотных удобрений. На основании исторических спутниковых данных, карт склонов и картограм, распределения макро- и микроэлементов в почве определяются продуктивные участки поля. Это позволяет регулировать количество посевного материала и распределять нормы внесения элементов питания с максимальным эффектом в каждой зоне. Мы визначаем для себя структуру посевных площадь, через полевую дорогу и продолжать работу дальше. Это массивный, это много компаний по таких же зараз работают. Мы с наступного года тоже начинаем. Мы уже в этом году начали даже. Пшеница у нас сияется в массивах, и репак посеянный уже был по массивах. И наступный год у нас каждая культура будет в массиве. Телематика интегрирует в Кропио уже существующую компанию систему GPS-мониторинга транспорта. Кроме стандартных функций управления техникой, контроль движения и расхода топлива, модуль Телематика в Кропио позволяет сопоставлять качество проведения работ машинами с текущим состоянием посевов на поле, также привязывать технику к операциям, созданным для каждого поля индивидуально. На сегодняшний день в компании Агротрейд около 300 единиц техники оборудованы GPS-трекерами. Сама программа, в принципе, показала хорошие показатели по поводу введения базы логеров, наполнения. Их есть функции, которые позволяют ввести базу. И мы, по большому счету, отказались от введения баз, каких-либо номеров сим-карт, их ID номеров, номеров трекеров, моделей, прошивок и так далее. Удобно работать с фильтрами Кропио по поводу GPS-логеров, трекеров. Удобно работать в поиске информации по одному или другому или по нескольким типам запросов, грубо говоря. Хорошее отображение в программе по телематике, по привязке к технике, либо привязан, либо не привязан трекер. В Агротрейде рассчитывают в дальнейшем более эффективно использовать и мобильные приложения системы. Они могут отметить какие-то точки проблемные на полях, поменять культуру, если что-то мобильное. Поставить тревогу про то, что стался, что новый шкодник, какой-то новый завелся и это сразу пойдет тревогой на телефоны до управленцев, до агрономов, для того, чтобы они принимали решение, что это нужно делать. Это межи полей. Это все гармоны, которые мы использовали раньше, бумажные элементы и телефоны, чтобы они все переводятся в такую мобильную версию. Мы еще не використовываем дуже багато, но мы будем это делать. В будущем в агрокомпании хотят получать данные из программы для расчета всей экономики бизнеса, организовать качественный учет топлива, начисление зарплат, внедрение интеграции по земельным участкам и многое другое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова